ПОДМОСКОВНАЯ ВЕЧЕРА Здравствуйте. Яна Игоревна, вот я когда произносила слово «бабушка», вот честно говоря, оно у меня как-то вот застряло. Как приятно. Вы себя вообще таковой ощущаете? Да я как-то не знаю, я не подразделяю свою жизнь на какие-то такие сектора. Это относится к бабушке, это к маме, это к жене. Просто у меня очень много родных, близких людей. Кто-то из них внучка, кто-то дочка. Не знаю, не ощущаю конкретно бабушку. И еще я забыла, один такой самый замечательный статус на сегодняшний день, я так понимаю, Елена Игоревна, его очень любит этот статус, хозяйки нового, комфортного, замечательного дома. И об этом мы сегодня обязательно поговорим, потому что это, я так понимаю, день сегодняшний. И именно это занимает основную часть жизни? Или все-таки нет? Вы знаете, это уже день вчерашний. Тогда? Всегда пресса, информация как-то немножко отстает. Это день вчерашний, потому что, устав от своей профессии, от десятилетий работы в этой профессии, мне захотелось немножко пожить жизнью нормальной, обыкновенной женщиной, семьей, домом и так далее. Я пожила так 10 лет, очень мало работая, занимаюсь только своими близкими, и, честно говоря, немножко надоело. Я соскучилась по своей профессии, что замечательно и редко бывает. Да, обычно, когда долго работаешь, профессия надоедает. Я успела по ней соскучиться, и сейчас, наоборот, я с огромным удовольствием опять вот занимаюсь ею. Ну, действительно, мы тогда еще раз подтвердили то, о чем уже, в общем-то, достаточно много-много говорили применительно к вам, и рассказывая о вас, Елена Проклова, актриса, о которой много говорят, но почему-то, увы, мало знают. Вот это такое несовпадение у нас получается. Может быть, потому что знать особо много нечего? У меня обыкновенная, нормальная жизнь. Вот в 97-98 году, видимо, предваряя публикацию вашей книги, о вас появилось много информации в прессе, много статей, и сейчас вот эта волна как-то немножечко спала. И тогда, я помню, в одном из интервью вы говорили о том, что мне понравилось исчезать, как раз вот эти статьи все говорили о том, что Елена Проклова исчезла и вновь появилась, и вы тогда сказали, что мне понравилось исчезать. И вот сейчас на спаде информации о вас. Не очередное ли это пропадание? Нет, вы знаете, как замечательно сказал Пастернак о любой, по-моему, творческой личности, что нужно оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, не стая главой жизни целой, отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. И я считаю, что это очень разумно, потому что человек, который постоянно находится под прицелом пристального внимания, зрителей, прессы и так далее, он невольно приобретает какую-то такую искусственно созданную форму, то, как он хочет себя подать. Но это свойственно вообще людям. Когда мы приходим в гости, где она нас смотрит, мы надеваем на себя определенную личину, как бы мы хотели выглядеть. То же самое происходит обычно с актерами в средствах массовой информации. Мы подаем себя так, как мы бы хотели, чтобы нас воспринимали. И очень часто этот лик прилипает настолько, что человек уже начинает в нем существовать, и немножко забывает, что он живой, простой, нормальный, и что именно это интересно зрителю, а никак не та форма и маска, которую он на себя нацепил. И чтобы от этого избавиться, мне кажется, что действительно нужно оставлять вот такие пробелы, когда ты перестаешь быть просто как бы лицом своей профессии, а остаешься просто личностью простой, нормальной и обыкновенной. Во всяком случае, мне это необходимо, потому что все мои героини, они простые женщины, и им не пристало быть такими вот совсем уж звездами на экране. Я играю чаще всего простых, домашних хозяек, женщин, которые умеют любить. Иногда, правда, у меня бывают героини классические, это Чехов, это Мольер, но все равно это женщины, которым свойственно любить, страдать, ненавидеть, переживать что-то. И для того, чтобы уметь это сделать на сцене, надо это хоть немножко прожить в жизни. Вот профессия наша, к сожалению, настолько отрывает нас от жизни, что мы не успеваем проживать то, что потом нужно играть. Я играю не очень много спектаклей в месяц, где-то 4-5, но каждая из них действительно большая подготовка. Причем она идет не только за 2 часа до спектакля, когда мне надо подготовиться к роли, а поскольку роль такая, в общем, мне кажется, важная для любой женщины на сегодняшний день, поскольку она заставляет задуматься женщину, о кого мы любим, как это происходит. Не сбросили мы со счетов все наши принципы и представления об этом чувстве, не попали как бы под рутину сегодняшнего дня. Как есть, так и есть. И хорошо, что хоть что-то есть, да? Вот я как бы все свободное время думаю об этой роли, я готовлюсь к ней. И мне хочется, чтобы она была, как бы для моего зрителя, очень такой, не просто проходящей. Я надеюсь, что так оно и будет в этом спектакле. Вот. А что касается лично моей жизни, нетворческой, то у меня ребенок пошел в второй класс, каждый день я делаю с ней уроки, мы учим какие-то стихи, мы с ним много гуляем по лесу, я занимаюсь своим садом осень. Садоводы меня поймут, что работа полна в саду. Дело это с удовольствием огромным. Ну вот такая моя жизнь, просто моя личная. Раз уж мы заговорили о саде, окрестные садоводы не обращаются за консультациями? Почему же не обращаются? Обращаются. Это моя вторая профессия, и я с удовольствием ей занимаюсь. И она как бы дополняет мою первую. Я считаю, обе профессии очень творческие, направленные на то, чтобы как-то помочь человеку существовать в этом мире. Потому что создавая какой-то сад для человека, ты невольно думаешь о том, что ему не хватает в этой жизни, чтобы он от этого сада хотел получить. Я считаю, что профессия такая замечательная. А что привело к получению второй профессии, причем такой, ну, несколько несовмещающейся, я не скажу несовместимой, но несколько несовмещающейся с актерской профессией? Привело двое вещи. Во-первых, меня всегда очень напрягала моя профессия, свою иллюзорность. Ну, как бы, ну, в чем состоит профессия актера? Как определить, мастер ты, не мастер в ней? Она настолько эфемерная, одному нравится, другому нет. Как точно сказать, что ты профессионал? Очень проблемно, да? Меня всегда притягивали какие-то вещи, которые можно сделать руками, можно пощупать, которые однозначно можно сказать, что это красиво или нет, добротно сделано или нет. И поэтому я любила, например, вязать, шить, рисовать, то есть то, что можно как бы реально взвесить и оценить. И, может быть, поэтому вот такая тяга к природе, к зелени, не знаю, к той естественной среде обитания человека, она для меня была просто, ну, я скажу так, панацея от моего заболевания актерского. То есть мне очень хотелось, чтобы было создано мною что-то еще, что могло бы остаться, так сказать, не только на экране, не только в памяти зрителя, а чтобы это осталось жить, развиваться. Вот мне действительно очень понравилось создавать сады какие-то, как бы помогать природе входить в нашу жизнь городскую, да, нам ведь так ее не хватает. И поскольку мне это не хватало самой к актрисе, то узнав о том, что в архитектурном институте набираются курсы школы САГЭЦу на базе высшего образования, дается второе высшее образование, это школа ландшафтного дизайна, викибаны, я просто с удовольствием туда пошла, тем более, что в то время возвращаться в свою профессию мне еще не хотелось, она мне поднадоела немножко. Я два года провела просто в упоительном совершенно состоянии студента, несмотря на мое за 40. Вот, и с удовольствием действительно занималась, вот это ученичество мне доставило огромное удовольствие, когда я не как в молодые годы бегала, значит, с экзаменов, и с лекцией, а наоборот бегала на них, и с радостью все это воспринимала. Поэтому мне кажется, что это на первый взгляд кажется, что профессии несовместимые. Любая профессия, ну, она все равно дополняет человека. Какая бы она казалась бы, на первый взгляд, несовместимая с предыдущей. Мы сейчас упомянули, ну, раз уж упомянули про за 40, у меня сразу же родился такой вопрос, если он будет некорректен, ну, давайте тогда его оставим за кадром. И все же, вот совершенно не ассоциируется внешний облик с возрастным за 40. Как это удается? Не знаю, наверное, хулиганский характер у меня какой-то. Я с детства очень люблю, как бы это сказать, я очень люблю по этой жизни все пробовать. Мне все интересно. Мне интересна и рыбалка, и охота, и новые поездки, и города, жизнь в палатках, какие-то путешествия, подводное плавание. Не знаю, всю жизнь и до сих пор мне иногда снятся сны о том, что наконец-то я лечу в космос на какую-то неизведанную планету и впервые на нее ступаю. Я очень люблю фантастику, книги по фантастике, потому что мне кажется, что все равно как бы наше существование на Земле это какая-то ограниченная часть нашей жизни, что все-таки мы откуда-то прилетели и засланы, не знаю, как это сказать, но что как бы нашей вот этой вот жизнью не исчерпываются все наши возможности человеческие. Мне все любопытно. И новые люди, и новые города, и новые работы, и новые профессии. Может быть, потому что мне все еще так интересно жить, и кажется, что мне не так много лет. А существуют, может быть, какие-то такие специальные секреты красоты от Елены Прокловой? Специальных никаких. Все то, что вы видите в рекламе, все то, что доступно каждой женщине, не более того. Ну, может быть, еще то, что я, например, моржиха, я зимой плаваю в холодной воде. Может быть, это как-то сохраняет, как бы консервирует, не знаю. А вы приветствуете хирургическое вмешательство в поддержании красоты женской? Вы знаете, я считаю, что любая возможность женщины выглядеть хорошо должна быть использована. Потому что, ну, в конце концов, женщина должна быть красивой, ухоженной, привлекательной. Настолько, насколько это возможно. Конечно, глупо там в 70 или 60 лет стараться выглядеть на 17, завязывать бантики там, я не знаю. Я думаю, что это просто глупо будет выглядеть. Но, с другой стороны, если человек себя так чувствует, почему бы и нет? То есть медицина позволяет? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Мне хотелось бы все-таки вернуться к театральной жизни сегодняшней. Насколько я понимаю, эта антреприза, этот спектакль ведь будет проходить не только в одном городе. По Подмосковью, жители Подмосковья тоже увидят этот спектакль. Вы знаете, впервые мы в Подмосковье будем играть этот спектакль. Он игрался в Москве, он игрался по всем бывшим республикам Советского Союза. Он выезжал в Америку, в Израиль. Вот через месяц мы опять едем в Америку. Оказалось, мало наших 10 спектаклей. Мы едем еще на 15. Этот спектакль очень востребован, наверное, потому что, как бы сама тема в нем затронутая, она, в общем, близка любому человеку, просто любому, любой семье. После 20 лет совместной жизни возникает целый ряд своих проблем. И люди или живут в этих проблемах, или они у них впереди, они их предчувствуют, или они уже прошли эти проблемы и просто бы хотели посмотреть со стороны, как они решаются в другой семье. Поэтому я думаю, что как бы тема любви и проблем в любви, она, в общем-то, достаточно актуальна. И я думаю, что тот зритель, который придет на этот спектакль, может какую-то поддержку в своих проблемах найдет. Может быть, чуть больше юмора будет у людей по отношению к своей ситуации. В общем, спектакль очень такой злободневный. Ваша книга, которая вышла не так давно, вот буквально два года назад, она называется «В роли себя самой». Что это означает? Почему так? «В роли себя самой»? Вы знаете, да, действительно, эта книжка вышла три, по-моему, года тому назад, уже трижды переиздавалась, сейчас идет третье и последнее ее издание, и найти ее все равно невозможно, что мне безумно приятно, естественно, как автору этой книги. Вы знаете, да, я это уже прошла, я так и не смогла найти эту книгу, и мне пришлось ее по выдержкам, по каким-то газетным статьям, там, изначально восстанавливать. Книги просто нет. Да, безумно, это приятно, потому что вот даже после спектакля приходят люди, когда там взять автограф, приходят с этой книги, то я очень часто слышу такой, на мой взгляд, комплимент. Говорят, это моя настольная книга, она мне так помогает жить. Она для этого и писалась, честно говоря. Когда мне предложили ее написать, это была не моя инициатива, а инициатива издательства, когда они предложили это, я сначала сказала, что я подумаю, потому что я к этому не готова, это не моя профессия, и я люблю делать все хорошо, и я не уверена, что я на это способна. И когда я потом уже оставшись один на один сама с собой вечером подумала, написать книжку, а что я могу написать? Рассказывать опять, как пришла в кино, что случилось? Ну, это, в общем, те зрители, которые меня знают, они и это знают. Значит, нужно что-то рассказать о себе такое, что могло быть интересно тем людям, которые знают мое творчество, мою работу. Что я могу рассказать? Это должен быть какой-то честный разговор о том, о чем не знает никто. Какая я? Я вдруг так вот на себя посмотрела со стороны, думаю, а что я могу про себя сказать? Что я про себя знаю? И вот мне было очень интересно самой копаться в самой себе, узнавать, кто я. И я поняла, что да, та роль, которая как бы называется Елена Проклова, так скажем, ну, если профессионально разбирать, я стала себя разбирать, как я разбираю роль. Да, вот мне попадает новая пьеса или новый сценарий. Я беру свою героиню и начинаю ее разбирать. Какой у нее характер, какие взаимоотношения с кем. Вот точно так же я разбирала саму себя, значит, по косточкам пыталась узнать, что во мне хорошего, плохого, смешного, любопытного, что откуда во мне получилось, почему я стала такая. И вот отсюда вышло само название, в роли самой себя, потому что я над этой книгой работала просто как над своей ролью. А насколько тяжело писалась эта книга? Потому что писательский труд – это еще одна ипостась, еще одна грань вашей жизни. Трудно. Вы знаете, трудно, потому что, во-первых, новую профессию осваивать нелегко, во-вторых, все новое, как бы оно и интересно было, безумно, и в то же время это вызывало особые усилия. Роль мне легче сделать, поскольку я знаю, как это делается, что-то умею уже. А писать нужно соблюдать стиль. А соблюдая литературный стиль, надо не потерять стиль самой себя, чтобы все-таки эта книжка была моя, а не просто литературное произведение. То есть какие-то вещи можно было говорить, а какие-то ведь было нельзя, потому что я не могла, например, говорить о людях плохо. Хотя, может быть, иногда мне даже этого и хотелось, потому что эти люди не имели возможности мне ответить. То есть это была бы нечестная игра с моей стороны. То есть очень много было каких-то вещей, которые мне приходилось заниматься понимать, осваивать, что-то вычеркивать, что-то дописывать. Мне было любопытно очень. В книге есть такой замечательный эпизод, с которым я, например, не сталкивалась раньше, о том, как вы были депутатом ЦК Комсомола. Членом ЦК ОКСМ. Членом ЦК ОКСМ, это вообще... Вот мне, например, сложно это себе представить, но тем не менее вот это было. Расскажите об этом моменте. Это была очень смешная роль в моей жизни, так скажем. Во-первых, для меня это было безумно неожиданно, ведь все решалось за нас где-то там наверху, и, значит, ЦК ОКСМ решили, а вот есть такая молодая артистка, все ее любят, надо, чтобы любили члены ЦК ОКСМ. Я так предполагаю, что такой, наверное, был ход мысли. И я узнала одну из последних о том, что, во-первых, я комсомолка, я к тому времени не была комсомолка. То есть меня как-то там восстановили, что-то такое выдали. И что я, оказывается, член ЦК ОКСМ. Но, должно вам сказать, что помимо каких-то смешных таких, достаточно, так скажем, чиновничьих проблем того времени, которые касаются ЦК ОКСМ, это был замечательный, тем не менее, молодежный орган, в котором люди, которые там были задействованы, у них была замечательная жизнь. К сожалению, она не распространялась на всех комсомольцев нашей страны, но те, кто имел возможность подбираться все выше и выше, для них были предоставлены невероятные возможности. Во-первых, повидать мир, нашу страну, собираться в какие-то интересные компании, проводить какие-то съезды, семинары. То есть мы очень много узнавали, действительно, и о нашей стране, и о возможностях, как сказать, друг друга. И это было связано и с музыкой, и с балетным искусством, и с живописью, и с чем угодно. То есть люди имели возможность хоть что-то в своей профессии сделать вот через этот орган ЦК ОКСМ. Поэтому, как сказать, помимо смешного и какого-то такого негативного, я с удовольствием вспоминаю это время. Там были очень интересные люди, очень талантливые, очень веселые. Мы очень много поездили, повидали. И до сих пор, в общем, дружим. Сегодняшняя актерская жизнь, кроме антреприза Александра Абдулова и кроме спектакля, все проходит. В каких спектаклях вы еще заняты сейчас? Сейчас выходит, во-первых, давайте я скажу про кино, поскольку вот уже просто вот в октябре назрело. Да, все. Мы ждем эту премьеру, и никак Дима Астрахан ее не выпустит, все время монтирует, что-то переделывает в картине. Выходит фильм этого же режиссера, Дмитрия Астрахана, который будет называться «Желтый карлик». Тоже семейная такая комедийная драма. Очень у меня там забавная героиня. Я не скажу, чтобы она мне была очень симпатична. Это, как сказать, не мой образ мышления, не мой подход к жизни, но играть такого человека мне было очень любопытно. И как говорит Дима, что какая бы ни была аудитория, где он показывает уже снятую эту картину, то моя героиня вызывает просто шквал аплодисментов тем, что настолько точно и остро видит современную жизнь и те проблемы, которые решаются в картине, и так смешно их решает. Значит, по ходу фильма, что как бы зритель очень это активно воспринимает хорошо. Вот я жду этой картины, не знаю, что это будет за роль, пусть такого пережила. Вот. А что касается театральной работы, я взяла сейчас две театральных работы после этой. От одной уже отказалась. Проработав полтора месяца, это пьеса Нила Саймона. «Слухи» она называется. Потрясающая компания артистов, там, замечательных. И я с таким удовольствием начала работать. Все это комедия одного из лучших драматургов американских. И через месяц работы я вдруг поняла, что в этой комедии мне все не смешно, меня все раздражает, мне все не нравится. И что как бы эта природа юмора, ну, во-первых, как мне кажется, не наша. И я не представляю себе, как зрителю это может быть смешно и интересно. Вот. Во всяком случае, мне как актрисе стало совершенно просто не в моготу. там работать. Я с извинениями, пока еще как бы не близка была премьера, я никого не подводила, я отказалась от этой работы. Очень надеюсь, что я ошиблась, и что это все будет замечательно. Но вот как-то я не справилась с этой ролью. мне это было неудобно. А вторая работа, она чуть отложена, это с Мишей Казаковым. У меня свои проблемы, у него свои проблемы. У меня сейчас вот поездка в Америку. Мы договорились, что где-то после Нового года мы начнем работать. Тоже очень интересная пьеса. Но опять-таки, понимаете, говорить о работах, которые вы работаете, всегда бессмысленно. Половина из них уходит в песок, от половины отказываешься, что-то не получается и так далее. Только небольшая часть того, чем ты занимаешься, потом доходит до конечного результата, то есть до зрителя. Поэтому пока можно говорить об этих двух работах. Одна в кино, одна в театре. Остальное все еще в процессе. Ну вот как раз буквально там, опять же, года два-три назад на волне публикаций опять стало известно о том, что вы отказались от роли в одном из достаточно известных спектаклей, известного режиссера. Как раз появилась тогда такая фраза, которая ассоциировалась с вами, «Примадонна не пляшет». Да-да-да. Вот вы капризная вообще актриса. Как актриса? Ну, смотря что, понимать, под названием капризная. С вами сложно режиссером? Как вы сами думаете? Режиссером, думаю, нет. Я думаю, что нет. Если человек сам ищущий и ревностно относящийся к своей профессии, думаю, что не сложно, потому что я очень серьезно отношусь к своей профессии, что многих может раздражать и касаться моей капризностью. Мне важно все. Подробность изучения роли и воплощения на сцене, точность актеров, с которыми работают, слаженность, ансамбль, какой костюм, какой грим. То есть я очень дотошная. И вот в современном как бы театральном искусстве это, наверное, может раздражать и казаться капризностью, потому что я требовательна. Я требую, чтобы все было, как должно быть, чтобы все было проработано. Мне недостаточно 10 репетиций, лишь бы выпустить спектакль, получить за него деньги, а там все огнем не горит. Да, я... В этом смысле я капризная. Я подробная. Ну вот слово «примадонна», оно как-то вот уже очень давно с вами ассоциируется, по крайней мере, так оно вовне вас. А вот внутри вас это слово есть? Вы сами себя таково ощущаете? Ну, знаете, мне как-то почему-то со стороны не дают забыть о том, что я «примадонна». То есть скорее мнение окружающих заставляет меня принимать этого внимания. Сама внутри я человек достаточно простой и не капризный. Единственное, что делает, что я действительно очень требовательный и к себе, и к тому, что происходит вокруг. Я считаю, что это та профессия, где надо быть требовательным, потому что как бы нет границ, что хорошо, что плохо. Если ты не будешь требовательным, то это вообще может опуститься до какого-то непрофессионализма. мне всегда очень сложно было в театре, когда я вижу человека на сцене и рядом сидящие зрители, ну, конечно, так бывает не всегда, но бывает. А вот интересно, как такая красивая актриса может жарить котлеты? Она, наверное, этого никогда не делает. И вот с Примадонной это как-то действительно, может быть, у некоторых зрителей не ассоциируется, хотя, в общем, действительно, актеры, режиссеры вполне живые, реальные люди, которые тоже жарят котлеты, иногда достаточно неплохо. Вот у вас есть даже какие-то специальные рецепты от Елены Проклова, я знаю, они есть в книге. Может быть, вы поделитесь хотя бы несколькими из них с нашими зрителями. Такой специальной. Например, что касается Примадонны, в моем восприятии это слово должно обозначать женщину, которая утро начинает с чашки кофе в постели, потом к ней приходит массажист, парикмахер, после этого ей жарят котлеты, отдыхает она только где-нибудь, значит, ну, я не знаю, где, побережье Средиземного моря, может быть, наша, какая-то вот наша Прибалтийская республика, где не очень жарко, где за ней ухаживать, и так далее, и так далее, ее привозят на спектакль, вот это Примадонна. Я думаю, что мой образ жизни, женщина, которая, несмотря на какую-то относительную ухоженность, занимается огородом, садом, у меня собаки, которых я кормлю, у меня дети, с которыми я занимаюсь школьными уроками, езжу верхом, я рыбачиваю, я охочусь, я сама убираю в своем доме, я обожаю готовить, но мне кажется, что это немножко другое название, это не Примадонна, я просто известная артистка. А что касается моих рецептов, да, у меня их множество, и поскольку времени не очень много на то, чтобы готовить, то все мои рецепты, они такие, я стараюсь подбирать те, которые делаются очень быстро. Вот, например, потрясающий рецепт, баклажаны синенькие, их разряжаешь пополам, делаешь внутри надрезы, так, чтобы кожу не прорезать, и внутрь вкладываешь маленькие кусочки, желательно бараньего сала, но если нет, можно обыкновенное. Чуть присаливаете, это если сало не соленое, если соленое, то этого делать не нужно, закрываете в эту самую решетку барбекю и кладете на угли. И вот там все это плавится, потрясающе получается вкусная такая вот, я не знаю, как это назвать, баклажаном печеной. Быстро, мгновенно, можно сказать, и вкусно. А для тех, у кого нет возможности выйти во двор, для кого нет, все то же самое вы делаете в духовке. То же самое. Вот, одна из самых любимых моих таких блюд, это курица разрезается, как цыпленок табака, чуть-чуть просушивается полотенцем, она не солится, ничем не натирается. Дальше вы берете противень, рассыпаете на него пачку соли, включаете на самый большой газ в духовку, эту курицу кладете, как цыпленка табака, на соль и на 40 минут ставите в духовку. Все. Главное, не открывать дверку все 40 минут. Я надеюсь, наши зрительницы запомнили, если не запомнили, то срочно обязательно нужно записать, потому что очень быстро забывается, а рецепты, я думаю, будут замечательными, и вы не пожалеете, потому что Елена Проклова не только замечательная актриса, но еще и замечательная хозяйка. Расскажите нам, пожалуйста, вот о том доме, который вы создавали, столько, столько, ну, я не скажу много лет, но столько сил, наверное, на это. Ну, и сил много, и лет много, и более того, не создавали, а создаю, потому что, например, на данный момент у меня нет ни одной комнаты в доме, ни одной, которая была бы доделана. То есть мы строили дом семь лет тому назад, когда еще у нас не было там хороших окон, хороших труб каких-то, и все это уже пришло в негодность, и поэтому мы в этом году проделали страшную работу, мы выломали все батареи, все трубы, и у нас разломано все, поэтому дом создается заново, он весь разломанный, но зато столько всяких придумок, идей, я надеюсь, что через год-два он будет наконец-то завершен. А почему так достаточно далеко от Москвы? Это намеренно было сделано, дом в Жостово? Это же каждый раз добираться достаточно сложно. Мне кажется, что это недалеко, всего 20 километров от Москвы, более того, дорога настолько сейчас ухоженная и широкая, что я от своей дачи до работы, до центра добираюсь за час. Иногда с окраины Москвы дольше доезжают, по-моему, до своей работы, но преимущества они как бы понятны, это свежий воздух, это покой, это пение птиц, это зелень, и в конце концов это все-таки какое-то твое личное пространство на земле. Вот мне это очень как бы дорого. И как всегда в нашей программе наш гость, заканчивая нашу встречу, скажет несколько слов нашим телезрителям и телезрительницам. Ну, с удовольствием, с удовольствием, потому что мне вообще женщинам приятно говорить что-то приятное особенно. Вот, а тем, которые как бы сейчас оставили свои дела и смотрели нас с вами какое-то время, мне просто, во-первых, хочется сказать большое спасибо за то, что они из своей жизни какое-то время уделили нам. Спасибо, если они придут на наш спектакль, потому что мне очень хочется поднять им настроение и сказать, что не все в нашей жизни так отчаянно плохо, что мы все равно самые красивые и замечательные и пожелать всем зрителям этой передачи побольше здоровья, побольше свободного времени, чтобы заняться собою. Хочется пожелать, чтобы любили себя. Ну, и вообще всего самого хорошего. Спасибо вам огромное. В нашей дачной беседке в программе «Подмосковные вечера» была заслуженная артистка России Елена Проклова. До свидания, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова